Информагентство «Высота-102» стало свидетелем маленького чуда, которое совершили вы, наши зрители и читатели. 6 ноября на сайте «Высоты-102» вышла публикация под заголовком «Мама полуторагодовалого Гоша просит о помощи». Нужно было собрать 3600 евро для оплаты путевки в чешский санаторий для реабилитации малыша с ДЦП. Призыв о помощи не растворился в тишине, а был услышан. На сегодня благотворительный счет со дня выхода статьи пополнился на 315 тысяч рублей. Это примерно 5700 евро. Путевка с лихвой окупилась. Маму Гоши, Елену Кожанову, привыкшую рассчитывать только на себя и своих близких, помощь совершенно посторонних людей, просто потрясла. Где-то с обеда начали поступать смс-ки, звонки, постоянно телефон пищал, показывал о том, что вам перечислена такая-то сумма денег. Очень много было звонков. Сумма денег, там, 250 рублей, писали люди, что вот сколько смогли. Для нас это колоссальная сумма денег, потому что иногда бывают такие моменты, что даже 10 рублей взять негде. Поэтому я каждому человеку, вот, ну, действительно я благодарна. У нас дня 4-5 назад 100 тысяч рублей пришло на карточку. Единовременно. Единовременно кто-то прислал 100 тысяч рублей. Вот этот вот волшебник, он для нас безымянный, я не знаю. Я хочу его от всей души поблагодарить. И случай такой был, вот, когда слез, ком в горле стоял. Пришел молодой человек, протянул пачку денег, 100 тысяч рублей. Я у него спросила, кто вы, он говорит, не важно. Развернулся и ушел. В Чехию Елена с Гошей отправятся уже в декабре. На эту поездку ей выделил деньги несколько месяцев назад бывший депутат областной думы Олег Болотин, за что она ему безгранично благодарна. Но лечение должно быть системным, поэтому в тот же медицинский центр Елена с сыном хотят попасть и в марте 2015 года. Гоша – второй ребенок в семье Кожановых. Старшая Юля – абсолютно здоровый, озорной трехлетний ребенок. Да и вторая беременность у Елены проходила нормально. Аномалии врачи не наблюдали. Однако случилось так, что малыш родился недоношенным. Медики диагностировали кровоизлияние головного мозга, ишемию, гидроцефальный синдром, врожденный барок сердца, кровотечение в легких. Первые полгода жизни Гоша кричал практически круглосуточно. Как позже выяснилось, всему виной сильные мышечные боли. За полтора года мама с Гошей были во многих клиниках, реабилитационных центрах, как российских, так и зарубежных. Так называемая Войта-терапия в чешской клинике, где уже были Елена с сыном, дали видимые результаты в борьбе со скованностью мышц ребенка. У нас шея вот такая вот была. Мы шею вытянули, у нас теперь куртка полностью застегивается. То есть я ему спокойно. Раньше у нас вот так вот доходило, вот так он весь. У нас руки вот так постоянно были. Сейчас мы даже вот так потягиваемся. То есть ему еще сложно вытянуть руку. Но я так думаю, что вот данная поездка и март, я добьюсь того, что он будет у меня спокойно руки вверх поднимать. Очевидно, что на этой поездке в Чехию планы молодой мамы по реабилитации малыша не ограничиваются. Поэтому благотворительный сбор продолжается. Денежных средств для лечения мальчика понадобится еще много. Каждый из нас может стать волшебником и подарить малышу шанс на нормальную жизнь. Продолжение следует...